Андрей Новак, финансово-экономический эксперт, присоединяется к прямому эфиру телеканала Freedom. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Приветствуем. Здравствуйте. Итак, информация о том, что Чехия предложит Европейскому Союзу запретить импорт российского и белорусского зерна в Евросоюз. Как вы думаете, насколько это получит отклик данное предложение, и насколько вообще вот этот момент, который озвучит чешская сторона, будет тенденциозным по отношению к Российской Федерации и Республике Беларусь? Если уже прозвучала такая идея, она уже прозвучала публично, безусловно, что дело дальше пойдет. Вопрос только в какой динамике. Любой процесс, он требует начала от кого-то, какой-то инициативы. И вот сейчас по поводу российского и белорусского зерна инициатива прозвучала. И эта история началась после того, как украинские журналисты обратили внимание во время польских протестов на кордоне с Украиной о том, обратили внимание на то, что польские протестующие выбрасывают зерно с украинских фур, с украинских вагонов. В то же время российское зерно без каких-либо проблем продается в Европе и в Польше в том числе. Сейчас эта история уже вышла на публичный уровень. И то, что Чехия сейчас инициатор, как бы первая страна, которая обратила на это внимание уже на политическом уровне, это означает начало соответствующего процесса запрета или ограничений на продажу российского и белорусского зерна на европейском рынке. Безусловно, эта история уже не может быть замолчена, и поэтому дальше уже все зависит от динамики, как другие страны будут реагировать и, самое главное, действовать по запрету или ограничениям продажи российского и белорусского зерна на европейском рынке. Кстати, не впервые звучит подобное предложение. Литва также выступала с этой инициативой. Андрей, как вы считаете, каким образом это может отразиться в целом на экономике Российской Федерации? Ведь мне секрет, что Российская Федерация делает акцент не столько на Европе, сколько на странах Азии. Акцент они могут делать, но дело в том, что европейский рынок всегда для России был главным, самым большим. И по продаже энергоресурсов, и зерна в том числе, по энергоресурсам они уже на сегодняшний день продают на 75% меньше. То есть, обходными путями еще пока продают, но уже совсем не в тех объемах. Если Европа примет запрет или ограничение, а скорее всего это будет запрет на российское зерно на европейском рынке, это дополнительно очень серьезно урезает доходы российского бюджета. Уже за прошлый год их доходы валютные на внешнем рынке упали на 14%. То есть, это очень серьезный показатель за один только прошлый год. Плюс ко всему, на 50% у них уменьшился их фонд национального благополучия. Было на начало прошлого года 113 миллиардов долларов, 57 миллиардов они потратили только на прошлый год, в основном на войну. Сейчас у них треть бюджета идет на войну против Украины. И уменьшение любых доходов России из продажи либо чего, это дополнительная помощь для Украины, как страны, которая терпит вот этой агрессии, помощь в уменьшении возможности России финансировать войну. Поэтому сейчас очень важно вести войну не только непосредственно на фронте, но и экономически максимально урезать возможности России воевать дальше. Андрей, издание Bloomberg сообщает о том, что глобальная цена на нефть марки Brent поднялась выше 85 долларов за баррель после роста на 4%, который был на прошлой неделе. Издание связывает этот скачок с ударами БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам Российской Федерации. Собственно говоря, недавно в эфире «Телекрана Фрида» мы могли лицезреть этот сюжет. Скажите, пожалуйста, вы вот с такой оценкой от издания Bloomberg вообще согласны? В принципе, можно согласиться, потому что подобные реакции у нас уже были в прошлом, когда подвергались различным атакам нефтеперерабатывающие заводы в арабских странах. Также рынок реагировал поднятием цены. Ну, во-первых, это явление временное. Во-вторых, оно никак не касается, скажем так, доходов России от продажи энергоресурсов, поскольку они сейчас, если и продают, то продают только по демпинговым ценам, очень заниженным. И даже по этим ценам, скажем, Индия уже даже разрывает контракты с Россией, то есть даже не готова покупать по заниженным ценам, поскольку сотрудничество с Россией – это сейчас очень негативный имидж, это кислотная история, в которую все меньше и меньше стран, все меньше и меньше компаний готовы сейчас входить. Поэтому повышение мировых цен на нефть, оно для России не даст никакого плюса, поскольку они торгуют сейчас не по мировым ценам, а только по заниженным. Сейчас воедино сразу множество факторов сходятся, которые определенное влияние точно будут иметь на российскую экономику. Среди этих факторов еще и тот фарс, который в России выборами президента называют, но тем не менее, псевдовыборы или переизбрание Путина. Каким образом все это отражается на курсе рубля? Ну, на прошлой неделе рубль утратил 2,5% и по отношению к доллару и к евро, это довольно большой скачок, и здесь можно увязать такую девальвацию рубля тоже с плохими предчувствиями на рынке, и они касаются не только того, что происходит уже на территории России, то есть в Белгородской, в Курской областях, то, что происходит на избирательных участках, когда россияне уже там или обливают зеленкой, или поджигают эти избирательные так называемые урны, то есть это тенденция. А валютный рынок, он самый чувствительный, он реагирует на любые такие процессы ощутимые, и если он сейчас реагирует к девальвации рубля, это означает, что сейчас в России уже начинается то, что называется плохие предчувствия. И дальше реакция российского рубля на события, это будет, ну, скажем так, прямое следствие, прямой объективный критерий реального состояния и российской экономики, и реальной их возможности дальше вести войну и продолжать свое так называемое СВО. Знаете, Андрей, хотелось бы с вами поговорить, ну, не хочется, чтобы это было некими двойными стандартами, но выглядит непосредственно так. Итак, контролируемый Российской Федерацией, многосударством, Россия, Росатом совместно с французской государственной компанией работают над производством ядерного топлива, об этом сообщает тот же Блумберг. То есть, получается, несмотря на все довольно перспективные, важные, увесистые, можно даже сказать, заявления французского лидера Эммануэля Макрона, французский бизнес остается бизнесом между Российской Федерацией и некоторыми французскими компаниями, причем государственными. Как вы думаете, как вообще это можно объяснить? Ну, ядерная энергетика – это отдельная тема, это отдельная сфера, в том числе в вопросах безопасности, поэтому, скажем так, продолжение якобы сотрудничества с Россией в этой отрасли, ну, скажем, это одна из отраслей критического производства, которые, если уже они работали, они работали много времени, сотрудничали десятки лет, поэтому сейчас разорвать в этой сфере резко взаимоотношения очень сложно. Поэтому это один вопрос. Второй вопрос, что вопросы ядерной безопасности, вы видите, как сейчас Россия не поднимает градус своих угроз ядерными атаками, поэтому в этой сфере надо всему миру, к сожалению, надо работать очень осторожно с этим непрогнозируемым, скажем так, партнером ядерной энергетики, поэтому я думаю, что именно из этих соображений в этой отдельной сфере ядерной энергетики сотрудничество с Россией как бы цивилизованный мир продолжает. Но мы должны понимать, что это только исключительно из-за, скажем так, ядерных угроз, которые сейчас российские политики активно подняли эту тему. Андрей, спасибо большое, спасибо за аналитический процесс, который провели здесь в нашем эфире. Андрей Новак, финансово-экономический эксперт, присоединялся к нам и был с нами в прямом эфире. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова